Добрый день, меня зовут Светлана Тейлор, и я независимый куратор, и я также занимаюсь тем, что я вовлечена в грузовательные процессы. Зона моих интересов — это изображение, и, соответственно, вся эволюция изображений, которая с ним связана. Сегодня мы с вами постараемся немного обсудить, что такое современное искусство, какие есть художники и какие тенденции. Но начать, наверное, я хотела бы с того, что вот с этого небольшого перечня того, что я говорю о технологии, такой культурной трансформации мощнейшей, о цифре, как о медиуме, о цифре, как о инструменте, и важный аспект игры, как, опять же, современного процесса. Мы посмотрим основные темы. Значит, смотрите, все-таки предлагаю я начать чуть-чуть издалека, можно, в общем-то, наверное, было бы начать еще раньше, да, с автоматонов, с каких-то таких автоматических существ, но мы поступим несколько иначе, да, мы начнем с 19 века, потому что для меня это очень важная как бы эра открытий, да, очень много чего происходит, что меняет, за счет как раз этой культурной трансформации меняет все мироощущение человека. И весь вообще порядок, в котором этот человек существует, изменяется тоже. Соответственно, еще что очень важный момент, да, на котором я хотела, чтобы мы, может быть, зафиксировались, это вообще как бы то, что электротехника, да, она переходит в самостоятельный раздел науки, и это, на самом деле, совершенно не случайно. Итак, важный аспект – это появление автора абсолютно нового типа, которого никогда не было ни до, ни поздно, ну вот, никогда до. Это автор, гибридное существо, получеловек и полумашина. Соответственно, что это значит, да, и я, конечно, говорю о фотоаппарате. Первый фотоаппарат, и сразу хочу вам сказать, это весь драматизм 19 века, желание это преодолеть, это слабая светочувствительность и гигантский вес. Соответственно, ну, в любом случае, этот автор появляется, этот человек, да, он использует специальный аппарат, и этот аппарат делает огромное количество работы. Мы уже не будем с вами, наверное, углубляться в те дебри, да, то, что кто вообще в концепции 19 века мог видеть свет, что такое вообще свет. Мы не будем, как бы, касаться вообще этой мифологемы света. Вот. Нас просто интересует новое существо, новый, как бы, авторский стиль, подходу, скажем там, к творчеству, так его назовем. Вот. И, соответственно, тут очень важно, да, то, что это действительно получеловек и полумашина. И машина там делает гигантскую работу. Это, в общем-то, что потом говорит компания Кодек, да, когда уже переходит на такие портативные камеры, она дает такой рекламный слоган из серии «Вы нажимаете на кнопку, все остальное делаем мы». Фактически это та реальность, да, в которой мы с вами живем сейчас. Соответственно, наши все смартфоны оснащены очень хорошими камерами, но мы действительно только реально нажимаем на кнопку. Вот. Соответственно, что такое вообще вот этот момент, да, подключение, скажем, некого автоматического существа, да, в человеческий процесс? Вопрос, как бы, касается вот чего. Человек, в общем-то, по своей натуре не то чтобы очень сильно что-то и очень хорошо умеет, да, то есть он не очень хорошо видит, он не очень хорошо бегает, не умеет летать, плавает, в общем-то, на уровне, можно сказать, ниже среднего. Вот. По большому счету, я не говорю, да, что это существо без сверхспособностей, но, скажем, с достаточно ограниченным, да, если мы берем весь живой мир, то человек не то чтобы как бы лучше всех во всем разбирается. Но, но, подключение как раз вот этого оптического нового измерения, а человек на самом деле глазами, он умеет делать фактически все, там, любить, понимать, там, чувствовать, воспринимать, да, и много что он умеет, вот. Вот. Плюс еще очень важный аспект, да, которого мы тоже коснемся, это то, что именно все, что мы знаем о мире, все, что мы знаем о мире в прошлом, что мы знаем о мире сейчас, это мы фактически все знаем благодаря изображениям. Вот. Потому что мы когда-то что-то это видели. Итак, перед вами как бы, вот видите, как бы шкала, и вот этот цветной видимый спектр он отмечен, соответственно, это вот эта маленькая штучка, да, это то, что мы по большому счету человеческое существо в состоянии разглядеть. Как вы видите, да, то есть не так-то и много. Вот. Вот. Еще раз про открытие, да, то есть помимо того, что возник этот автор нового типа, вот, мы еще как бы не говорим о киборгах, да, мы просто говорим о новом существе, да, которое появилось, да, то есть которое вооружилось специальными, как бы, специальными оптическими линзами, да, чтобы лучше все разглядеть. Вот. Соответственно, девятнадцатый век дает открытие электричества. Соответственно, Максвелл разрабатывает теорию, значит, электромагнитную теорию света. Создаются Маркони и Попов, они изменяют коммуникацию, она становится более скоростной. Дмитрий Менделеев, как бы, открывает свою таблицу Менделеева, соответственно, и в астрофизике с помощью как раз развития фотографического всего, как бы, всех техники и технологий, соответственно, человек уже может своим, таким полуслепыми своими глазами, да, определить, как бы, увидеть рисунок солнечного спектра, что-то там разглядеть, что-то для себя объяснить, и опять это, да, меняет представление человека о мире и о самом себе. И еще я бы хотела остановиться вот на чем. Главный фетиш девятнадцатого века, главное, как бы, предмет обожания, предмет поклонения, конечно же, это скорость. Вот. Перед вами рентгеновская картинка, да, то есть это еще тоже очередное новое открытие, опять же, связанное с тем, что человек в состоянии увидеть. Ну и, как вы видите, да, человек теперь уже понимает строение каждой своей косточки, всех там своих сочленений, вот. Он получает более подробную информацию, из чего он состоит. И, конечно же, в связи с развитием фотографии и в связи с развитием и практическими, безусловно, такими детерминистскими опытами, также большие прорывы происходят в области, естественно, и физиологии в том числе, потому что в девятнадцатом веке доказывается, да, что левый глаз человека и правый глаз человека, они видят совершенно по-разному, а мозг совершает центрально взвешенный изомер. И вот мы как бы пытаемся вот такую вот картинку, как бы стабильную, мы видим благодаря тому, что, опять же, да, таким внутренним особенностям нашего зрения. Также, допустим, что еще важно? Человек учится сохранять еду, у него появляется не только зубная щетка, но и холодильник с пылесосом. И, безусловно, еще важный аспект, который, как бы, меня, например, тоже интересует, то есть все-таки есть большая разница между человеком, идущим пешком, между человеком, который скачет на лошади или, допустим, едет на запряженной какой-то карете, а потом человек пересаживается в автомобиль, мчится на поезде, летит на самолете, дальше пролетает на ракете и так далее. Что это значит? Это все значит то, что человек получает совершенно новую монтажную склейку. И эта монтажная склейка реальность, она, безусловно, потому что это, как бы, идет из сферы человеческого опыта, этот опыт, да, он переходит в область искусства. То есть и искусство, как бы, у него возникает совершенно иная динамика, иные планы, иные ракурсы и иной взгляд. Вот еще тоже немножечко рентгеновских картинок. Ну, вообще, конечно же, когда возникает этот первый автор, возникает фотография, возникает этот первый момент с этим утверждением нового авторства, надо сказать, что это происходит в 1839 году. Это все-таки официальная дата открытия фотографии. И в этот момент уже поздний романтик Гоффман, значит, пишет, что ему эти механические фигуры, как бы, соответственно, вот называет их памятниками о мертвевшей жизни, они ему, как бы, совершенно неинтересны, потому что они, конечно, не живые, они, как бы, из области смерти. Но тут, наверное, тоже, может быть, стоит... Вот видите, и они его не воспроизводят, человека, то есть они совершенно не на него похожи, они, как бы, его повторяют. Но это, опять же, другая немножко тема, которая тоже из XIX века прекрасно перекочевала в наше время. Это, как бы, тема андроидов. Вот, мы, опять же, хочу сказать, мы не будем ее сегодня касаться. Вот, но эта тема, как бы, она осталась. И вот, значит, в XIX веке человек совершает эти открытия, расширяет пределы своего видимого мира. Как бы, мир уже предстает перед ним фактически прозрачный, он видел все, он во всем, как бы, ориентируется. Вот, там тоже происходит, благодаря научной гипотезе Чарльза Дарвина, снятие верхнего этажа, да, и человек совершенно становится абсолютным первосуществом во Вселенной, да, то есть таким, ну, не то чтобы богом, но, скажем, действительно существом самого... То, что уже, как бы, в общем-то, с богом разобрались, да, то есть существом абсолютно высшего порядка, да, там, владыкой природы, не знаю, небес, земли, в общем, всего на свете. И, конечно, вот такой сильный человек, прекрасно, скажем, подготовленный, да, к этой реальности, конечно, он становится центром мира, то есть весь антропоцентризм, он, конечно, строит все это, построено вокруг человека, то есть человек остается главным героем, вот, и вокруг него, безусловно, происходит фактически, ну, крутится весь мир, вот. Со временем, да, какая-то тайна человеческой жизни все равно, как бы, остается, там и уже в 1900-х годах Фрейд открывает бессознательное, которое вдруг приоткрывает вот этот неожиданный для этого прекрасного человека, который верит в научно-технический прогресс, про то, что будет улучшаться техника, и жизнь станет предельно прекрасной, да, то есть он вдруг открывает какой-то небольшой такой провал, вот эту маленькую такую черную бездну, но, тем не менее, все равно, как бы, большой энтузиазм XIX века с установкой на счастье, с установкой на... с этой верой в прогресс, вот. И, конечно, развитие технологий, вот этих, грубо говоря, опять же, да, в концепции этого, не знаю, там, вот этого царя, да, жизни, владыки жизни, это, конечно, в общем-то, большие помощники, да, его, там, я не знаю, со временем там будут электронные помощники, механические помощники, ну, в общем, и они, как бы, все созданы служить человеку, и, конечно, отчасти, например, лёгкая паранойя по поводу искусственного интеллекта, да, сегодня, что он может, как бы, завладеть чем-то, да, это, опять же, тот же самый человеческий лёгкий ужас от потери контроля, да, и этой лидирующей, как бы, главной такой позиции, вот. Но, тем не менее, образы машины всё больше и больше в связи, вот в этой, в 19 веке, в этом, в обожании скорости, движения, как бы, возникновения первых конвейерных производств, первых серийных изделий, да, потери вот этих уникальностей, вот. Всё это, конечно, приводит к тому, что всё, как бы, механическое, вот это начинает проникать во все слои жизни, искусства, и, конечно, оно в нём отражается, это кадры из фильма «Метрополис». Архитектура точно так же меняется, и это, безусловно, снова даёт нам чувство человека, да, который вдруг совершенно иными глазами, да, вознёсся почти на небо, да, то есть, ну, стандартные здания, даже там, скажем, если взять крепость или что-то ещё, были не так высоки по сравнению там с небоскрёбами, соответственно, меняется, вот там даже будет меняться весь рисунок, который захочет эту скорость тоже себе, как бы, оставить, да, показать в статичных или в динамичных изображениях вот этот момент скорости за счёт диагонали, да, будет пытаться всё, как бы, двигаться, вот. Вот, и на этом радостном фоне, да, в Музее современного искусства, машинное искусство выставляются, как бы, предметы обихода, да, восхищаются новыми, что может вообще, можно создать. Ещё любопытная выставка, это у нас 34-й год, это 36-й, это тоже человек, стоящий у истоков фотографии, Эдвард Стейхен, он, соответственно, вместе с Альфредом Стиглицем создаёт первое международное фотографическое объединение «Фотосецессион», ну, это и галереи 291, также при этом с Сесионе, они связаны, и там, безусловно, это такой эпицентр культурной жизни мира, то есть весь, как бы, авангард, там, европейский тоже, они, как бы, все коммуницируют, да, всё происходит, и, безусловно, здесь уже сразу нужно, наверное, сказать вот о каком аспекте, что всё-таки современное искусство на разных его этапах, каких-то исторических, это неважно, какой период, оно, конечно, обращено всегда к такому самому актуальному, к самому, скажем так, душераздирающему понятию настоящего, и, безусловно, все эти опыты, которые происходили, да, в 20-м веке, все открытия, они, безусловно, моментально были подхвачены художниками, потому что художники крайне чувствительны ко времени, вот, всегда нахуй пытаются находиться в таком, можно сказать, пульсирующем единстве вместе со временем, пытаются это время, как бы, даже очень часто предугадать, вот, но, по крайней мере, отрефлексировать, всегда они его хотят, вот, ну, здесь, наверное, я бы хотела вот на чем остановиться, что всегда, всегда, как бы, эти переходные периоды, они, как бы, кризисные, в этом, это тяжело все воспринимается, и вот, например, здесь тоже Шпенглер, да, в работе, там, человек и техника, да, он говорит, что механизация мира, оказывается, ситуация опасного пренапряжения, меняется образ Земли, вот, и сама цивилизация становится машиной, которая все делает, желает делать по образу машины. И тут мы, как бы, оказываемся, безусловно, опять же, да, на пороге каких-то интересных трансформаций, когда мы ощущаем, да, что вот это механическое, нечеловеческое, оно вдруг начинает приподниматься, да, и потому что человек, как я уже говорила раньше, да, он, в общем-то, осознает свою уязвимость, он чувствует, что он, как бы, недостаточно крепок, там, и, безусловно, я не говорю, что это все сводится к словам какой-то советской песни, что вместо сердца пламенный мотор. Ну, в общем, скажем, желание, да, как бы создать какой-то симбиоз, как бы себе присвоить какое-то тоже машинное, машинное качество, это уже воспринимается не как в поколении романтиков, никакой трагедии, а воспринимается с большим энтузиазмом, и, конечно, это такое прогрессивное явление. Дальше, 20 век, он подарил миру много вообще интересного, безусловно, это две мировые войны, на них мы чуть подробнее остановимся, потом. Но дело в том, что, опять же, пределы человеческого зримого уже вышли за пределы Земли, они оказались в космосе. После Второй мировой войны голограммы, да, там, трехмерное изображение, появляется потом уже, понимаете, коммуникация, да, та, которая, все эти радиотрансляции, и это как бы уходит на задний план, и телевидение возникает, и телевидение дает новую точку зрения, человек вдруг тоже оказывается погруженным в огромный поток движущихся изображений, которые он видит с разных точек Земли, да, ему рассказывают про жизнь, в общем-то, во всех уголках, куда он совершенно, конечно, физически не может понять. Такие трансляции он переживает каждый день, да, его представление о собственных границах и границах мира точно так же меняется. Вот. Вы понимаете, что дальше, да, это, конечно же, точно так же еще значительно расширит все эти границы, безусловно, интернет, да. Важный аспект, да, это вы, открытие как бы ИКО, это, безусловно, опять же, да, полностью переформатировалось человечество, то есть оно как бы дало возможность людям уже как бы менее, скажем, оно открыло, ну, на всех, наверное, пластах, да, там, не знаю, и психологическом, и ментальном, да, то есть вопрос выбора, да, то есть если, грубо говоря, у тебя там идеальные отношения, и ты хочешь вступить в брак, да, так ты оказываешься в такой ситуации, да, а если ты готов, совместной жизни, а если ты как бы не готов, да, ты прибегаешь к ИКО, в общем, выбираешь то, что тебе нужно, да, из базы данных, и живешь дальше спокойно. Клонирование, да, создание этой овечки Долли, у овечки Долли было там многочисленное потомство, и она прожила, по-моему, чуть ли не семь лет, черные дыры, да, вообще, как некая такая угроза, да, то есть человек постепенно, да, тоже так же, в течение XX века уже вот эта вера в прогресс, она как бы не такая безрадужная, да, все меняется, и человек, конечно, вдруг действительно уже как бы крайне перенапряжен, да, потому что вот этот образ хозяина Земли, хозяина планеты, да, он как бы тоже подвергается со сильным изменением, ну, это Юрий Гагарин, это вот, в общем, в этом году будем отмечать дальше, вот, и здесь, на самом деле, тоже важно то, что современная наука, да, она формально расширяет наши взгляды, расширяет на понятие человеческого, да, вот, и она показывает нам, что, ну, безусловно, опять же, да, с этим полом люди как бы до сих пор не могут как бы ответить, да, себе на эти вопросы, но во многом, понимаете, все равно, как бы наука уже доказала, что различия между людьми условны, да, они природны, вот, вот, поэтому это уже, и что касается, как бы нашего, да, уже столетия 21, безусловно, бессмертие, красота, сила всего человеческого существа, да, оно стоит, как бы во главе, да, всех процессов, то есть, и человек в этом смысле, он уже совершенно безоглядно привлекает к себе на помощь разного рода силы, там, от эзотерических до трансгуманистических, да, каких-то вторжений, он все приветствует, в общем, если все это видится ему большим благом, точно так же, на самом деле, все эти манипуляции с генами, и все эти возможности, да, сохранить человеческую жизнь, они, конечно, тоже, как бы, крайне важны, вот, и еще, конечно, тоже, но вместе, опять же, да, как я уже говорила, да, там возрастают тревоги, возрастают чувства того, что, как бы, все равно человек на планете Земля не в безопасности, вот, еще, конечно, важный момент, да, который меня лично очень волнует, вот, для меня это там большой вопрос, потому что это все, что вы, то, чем занимались фантасты, что на самом деле, что есть возможность, да, уже, как бы, грубо говоря, перезаписывать нашу память, да, перезаписывать воспоминания, вот, и, в общем, и более того, то есть, вроде бы, как бы, проводятся эксперименты, да, и можно уже что-то делать с приятными воспоминаниями, переводить их в неприятные, но тут, как бы, да, мы, безусловно, находимся в 21 веке, и, конечно, количество фейковых новостей, количество каких-то вещей, да, потому что объем информации просто неперевариваемый, да, то есть мы не в состоянии его усвоить, вот, как бы, все равно, как бы, это просто не вмещается, это не может вместиться в человеческую, как бы, в человеческое восприятие, да, поэтому здесь, конечно, какие-то вещи возникают, да, и так далее. Потом, значит, автономное искусственное сердце, сердце – это главный, да, орган, в котором, в общем-то, все, как бы, перестает работать сердце, перестает работать человек, то есть сердце остается таким главным, как бы, органом. И открытие 21 века – это генная инженерия, проекты колонизации Марса, глобальное потепление, тревога человека продолжает оставаться, да, интересный момент с сложными воспоминаниями, и что, по идее, вроде бы, возможно, стереть, ну, может быть, с помощью, там, шока, да, стереть реальное, превратить приятное в неприятное. Этим всем, конечно, занимались научные фантасты и Филипп Дик в первую очередь, но если действительно это будет, возможно, будет уже работать с памятью, да, это, как бы, человечество, конечно, безусловно, выйдет на новый уровень работы с сердцем, потом, вроде бы, как, есть опыты работы, как бы, с протезами, да, что уже человек это ощущает, как бы, связь, да, между своим протезом и, как бы, собой, то есть, как часть своего тела, соответственно, также увеличивается скорость всех вычислительных данных, и здесь, на самом деле, мы, когда мы говорим о совсем, наверное, цифровом искусстве, да, мы говорим о появлении цифры, да, вот, и, наверное, как бы, аж, я не буду, как бы, брать какую-то там предысторию, да, всего этого, это удобнее, наверное, работать с этим уже, когда наступает глобализация, когда во всем мире, да, начинает, устанавливается, как бы, всемирная сеть, человек начинает пользоваться интернетом, его жизнь, да, и вообще, как бы, все меньше и меньше человек использует какое-то окно, да, для взгляда на мир, в мир, а намного больше, конечно, уже человек ориентируется на экран, потому что в этом экране, да, он уже находит, в общем-то, фактически, это ему такой вот, как раз новый, новый такой его вот портал, да, через который он оказывается, в общем-то, везде, где только хочет, вот. Что касается конкретно меня, да, то мне, безусловно, вот эти вопросы, которые связаны с человеческой чувственностью, с человеческой оптикой, с тем, что вообще можно называть человеком, да, как человек меняется, да, что с ним происходит, эти вопросы, как бы, меня крайне волнуют, да, меня волнуют, как бы, вот эти тупиковые, как бы, кризисные периоды, мне интересует, допустим, как человек поведет себя, да, в той ситуации, когда, как будто бы, уже нет никакого выхода. Мне, конечно, очень интересны разного рода, продолжают оставаться интересны разного рода утопии, да, и все, что я сейчас называю, да, это мне интересно, это мне интересно, потому что очень много, на самом деле, художественных проектов, которые этим занимаются, да, ну вот, художников, потому что художники, опять же, на это все реагируют, вот, и, безусловно, работа с утопией, это часто очень имеет такую политическую окраску, социально-политическую окраску из Сирии, как должно выглядеть, грубо говоря, некое такое легитимное, нормальное, приемлемое будущее, да, в котором может это все происходить. но главная вещь, да, то, что, как бы я сказала о скорости в 19 веке, и, наверное, я должна сказать о мобильности, как главном фетиши 20 века, то есть все, все время человек тратил на то, чтобы иметь мобильное все, мобильное, чтобы это было максимально легкое в переноске, да, что он мог двигаться и скользить по этим волнам реальности, и физически, по геотегам реальности, и по всяким локациям, и совершенно ему, как бы, ничего не мешало в этих передвижениях, понимаете, соответственно, все становится тонкое, легкое, компактное, и так далее, ну вот, и вот, значит, эта эра мобильности, можно сказать, уже можно совершенно четко, да, это говорить, она завершилась, вот, в связи с пандемией, и мне кажется, происходит как бы новое, как бы идет уже новое, такое как бы общество, да, новое, новая как бы форма жизни, да, в которой как бы безопасность является одним, ну, я буду пользоваться словом фетиш, да, вот, это может быть не совсем точно, но мне просто там, так повелось, буду использовать, ну, безопасность, и вокруг этого, да, все строится. Еще, конечно, очень важно, да, потому что при этих переходах, безусловно, сейчас тоже рухнуло большое понятие, вообще все большие понятия, то, что на самом деле писалось всегда человеком с большой буквы, там, не знаю, любовь, долг, честь, история, и так далее, все это как бы было заменено маленькими какими-то практиками, да, то есть практиками рассказчика, это уже был не тот человек, да, у которого было огромное количество документов, а это уже был некий такой очевидец, свидетель чего-то, и это уже, понимаете, не запись, все события, да, некая регистрация, которая проходит через субъективный, такой через субъективный, такой фильтр, да, и, соответственно, человек уже начинает, как бы, транслировать свое отношение, да, к какой-то ситуации. Еще важный, конечно, момент, да, потому что язык, это такая самая тугоплавкая структура, фактически, не терпящая никаких изменений, изменения происходят крайне медленно, вот, язык складывается очень долго, я не говорю о каких-то аналогизмах, о каких-то словах, которые к его приходят, вот, они, как бы, находятся, как бы, в статусе, в основном, там, как бы, разговорной речи, а язык, я имею в виду, некая, как бы, такая система, да, которая, в общем, в рамках которой человек, в общем-то, мыслит, вот, и, безусловно, многие художники тоже интересуются этим языком, да, и они, в общем, как интересуются им всецело, да, и как уже работа с такой, как концептуальной переменной, и что этот язык обозначает, потому что сейчас уже, безусловно, какая-то картинка, да, и названный предмет, да, их великое множество, да, если вы, так, я не знаю, загуглите слово «любовь», там, да, любое слово, библиотека, неважно какое, вы окажетесь в бесконечном, таком, как бы, бесконечной панораме вот этих, как бы, названных образов, да, которые будут вам тоже, как бы, сообщать, да, с помощью вот этого, этих картинок, да, то, что они есть то самое, что вы ищете. Соответственно, говоря, как бы, о языке, да, нельзя сказать о неком сознании, так, о универсальном сознании культуры, потому что, безусловно, язык и культура, да, и, как бы, культура, она, опять же, да, мыслится в рамках этого языка, вот, и здесь по-прежнему остаются, да, художники, как бы, не теряют надежды, кураторы и музеи, вы понимаете, да, что все больше и больше идет попытка, да, максимально приблизиться к человеку, да, то есть, уже, как бы, музеи, да, не населяются, да, такими какими-то недоступными, непонятными искусствоведами, искусство все больше и больше пытается, скажу прямо, да, поиграть со зрителем, ему очень хочется, да, в общем-то, тоже идут практики игровых технологий, создания выставок, и передачи какой-то, и проведения каких-то мероприятий, в общем, игра начинает лежать, как бы, в центре, да, как некое, как то главное, да, по которому осуществится процесс, вот. Ну, еще, конечно, тоже очень важно, да, это может быть в игровом поле, не в игровом поле, это прогулки по всякого рода неблагополучным территориям, да, это, безусловно, всегда, конечно же, мир, как бы, состоит, да, из чего-то то, что удалось, да, и чего не удалось, то, что, как бы сохранилось, не сохранилось, и, конечно, есть масса больших комплексов, да, постепенно, я думаю, они будут разрушены, или как-то переработаны, усвоены, да, то, что на самом деле есть какие-то остатки, да, вот этой индустриальной цивилизации, то, что вы, как бы, что вы на самом деле не взяли в этот поезд, который поехал в 21 век, вот, это те некие такие руинированные сущности, они, безусловно, тоже обрастают там своей мифологией, своей историей, да, вокруг этого, как бы, создается тоже, как бы, большое культурное напряжение, люди с этим взаимодействуют, вот, ну, и, как я уже говорила, да, это такие утопические пространства прекрасного нового мира, да, где удалось действительно этот мир починить, да, как бы сделать его прекрасным и пригодным для жизни, вот. И, что касается цифровых, цифрового искусства, да, то сейчас, в общем-то, два основных, наверное, положения, да, которые нужно выделить, потому что первые, это те, кто уже не обращаются к модернистским, постмодернистским каким-то практикам и методам создания художественного произведения, это те, кто чисто работают с тем, что дает возможность конкретно компьютер, да, вот, то есть он уже полностью, уже, как бы, человек там очень какое-то скромное положение занимает, ну, скромное и не скромное, но это уже другой разговор. А есть еще, конечно, те вещи, которые довольно выглядят традиционно, да, но они уже цифровые, да, и сняты, безусловно, все это сделано уже на цифру, но по форме очень похоже на то, что мы, как бы, видели с вами раньше. И в данный момент, да, проходит вот эта выставка «Цифровая земля» и все, что я вам говорила сейчас раньше и об утопиях, и о будущем, и работа, как бы, с картой, и переосмысления прошлого, и с воспоминаниями, и подключения, как бы, взаимодействия с природой, да, и попытка разобраться в языке. Все эти, конечно же, проекты, да, они достаточно хорошо представлены на выставке «Цифровая земля», и если, допустим, кто-то еще не посмотрел ее, я вас очень призываю. Там как раз очень, почти все работы, да, которые можно, главные темы, да, и тенденции, которые существуют в мире, да, все это там довольно хорошо представлено. Вот. Цифровое искусство как бы находится в стадии формирования, да, технологии постоянно устаревают, да, они, как бы, они, в общем-то, грубо говоря, еще же точно так же, да, исключили, грубо говоря, из своей, как бы, из своего строения, они отключили ауру, да, вот, ауру – это то, что уникальное, присвоенное, такое, не единичное, да, что находится конкретно в чем-то, да, что там должны были там охранять музеи, что должно было сохраняться, да, что-то не должно было разрушиться, вот, и новые художники, конечно, они, как бы, в общем, скажем, не эротичные, да, у них, они специально это, как бы, исключают из своей, как бы, системы, вот, и, в общем-то, есть такие тенденции, да, которые происходят, это тоже интересный такой аспект, это моделирование, как бы, и симуляция, как бы, играть, чтобы, в общем, научиться жить. Вообще, эти игровые концепции, да, вот, их на самом деле не так много, вот, поэтому здесь, наверное, феномен игры исследовал и Фридрих Юнгер, и Хизинга, и Гутман, вот, вот, поэтому, игра, конечно же, она, как вам сказать, лежит в основе, наверное, современной, особенно, человеческой жизни, и это лежит, как бы, не только там, в сфере дошкольного образования, да, и вообще воспитания подрастающего поколения, да, что это все должно быть, как бы, крайне забавно, игра распространяется шире, да, на все, как бы, слои, вот, и игра это уже, в общем-то, наверное, не то, что спортивные, да, но это в любом случае победа и так далее, плюс еще один момент игры, игры, конечно, все достаточно, все-таки, обладают определенного рода жестокостью, есть большие полемики вокруг этого, насколько это вообще, в принципе, способно, скажем, простимулировать уровень вообще жестокости в человеке, насколько это неспособно, но тем не менее, как бы, сейчас, да, без игры, в общем-то, почти невозможно представить ни одну, да, там, форму реальности, и тут, наверное, сразу мы, я бы хотела перейти, к очень важному художнику, да, к Харуну Фароке, у него есть работа, серьезные игры, может быть, кто-то, я не знаю, где-то ее видел, но суть не в этом, суть в том, что работа его, опять же, да, мы оказываемся там, в той интересной зоне, да, с чего мы начали, это, опять же, да, про пределы, про режим зрения, режим видения, режим возможности видимого, поэтому, как бы, Харун Фароке, да, особым образом фиксируется на том, как бы, на этой некой эволюции машинного глаза, и что человек уже не в состоянии, в общем-то, разглядеть, да, ну, понимаете, человеческий мозг так устроен, да, он достаточно быстро себе все присваивает, и, как бы, ну, суть в том, что, да, некоторые вещи человеческий мозг, да, он не в состоянии, да, глаз, да, он не в состоянии человеческий глаз некоторые вещи увидеть, и он, опять же, да, ограничен, но дело в том, что машинное зрение, да, оно тоже развивается, развивается со страшной скоростью, и развивается значительно лучше, потому что человеческое вроде бы не развивается вовсе. И он как раз использует этот момент зрения, чтобы показать, что происходит. И тут, видите, моделируются такие боевые ситуации, солдаты в них существуют. И что очень важно, то, что опять же, про игры. Люди любят жестокие игры. Вообще люди любят истории про жестокость. И здесь, конечно, фороки фиксируются на новом машинном типе видения. Именно о том, что это можно сгенерировать, это можно создать. И что, конечно, существует такая развитая уже система компьютерного зрения. И на самом деле, это вообще любой, скажем, оптический прибор. У вас есть взгляд, как это должно выглядеть. Вы используете оптический прибор, да, и вы оказываетесь там, что у него тоже есть зрение, с которым, и он тоже, у него есть, во-первых, пределы зрения, и вообще угол зрения, и все остальное. И он всегда будет, как бы, вам его навязывать, да, ну вот. И здесь вопрос в том, что солдаты проходят симуляцию, вот. Это, в общем-то, на самом деле все точно так же, как в видеоиграх, да, ну вот. Но еще, конечно, вопрос в том, что медицина начинает развиваться, начинает развиваться, ну, опять же, да, продолжительность жизни. Очень многие люди, да, прошедшие достаточно тяжелые испытания в виде военных, да, они остаются, как бы, жить вот в этом мирном, нежном социуме, да, который постоянно там в страшно таком трепетном своем состоянии. и эти люди, да, там, которые прошли, как бы, определенные, получили определенный, ну, такой, нечеловеческий опыт, да, у них, безусловно, есть и посттравматический синдром, вот, послевоенный, и он есть, безусловно, у всех людей там, фактически, кто побывал на войне. И, в общем, как раз Фарокий на этом тоже посттравматическом синдроме, он останавливается на возможности его, как бы, пережить. И здесь, конечно, тоже очень важно, наверное, то, что его работа, да, вот эти серьезные игры, конечно, он смотрит на всю эту, как бы, реальность достаточно критически, потому что, безусловно, опять же, да, после Второй мировой войны поле культуры, как бы, максимально расширяется, да, и игры, безусловно, входят, и, более того, игры, конечно, очень хорошо воспринимаются, то есть это одни из таких прекрасных, замечательных таких вот зрелищ, да, вот. Второй момент, вот тоже мы еще посмотрим, и здесь, наверное, может быть, еще один автор, да, работающий, как бы, с симуляциями, это Ян Чен, создают свои работы, но несколько лет, да, его трилогии «Миссары», там она включает настоящее прошлое и будущее, вот, это, ну, это вот одна из последних работ, это работа из «Миссаров», здесь важно, что сам Ян Чен говорит про свои работы, да, то, что, понимаете, да, опять же, да, закончились вот эти большие, и любовь с большой буквы, история с большой буквы, там, правда с большой буквы, началось как бы время рассказчика, да, и человек, он, в общем-то, ну, признал себя таким, не то чтобы самым великим, да, вот, признал как бы свою уязвимость, плюс, грубо говоря, здесь тоже нужно, наверное, постепенно перейти к микросообществам, да, и к экосистемам определенным, да, где, в общем, таких в микросрезах реальности, в каких-то, да, в общем-то, человек уже довольно комфортно себя чувствует, ну, и, соответственно, Чен говорит, чтобы быть человеком, это имитировать микросрезы реальности, вот, потом еще другой, потом, оказываясь, в другой ситуации имитировать новое, вот, и давать этому форму и название в контексте искусства, в общем, как бы, и он говорит о том, что, да, в своем, как бы, искусстве он играет именно с этим процессом, вот, вот по этому осмыслению реальности, взлому реальности, реакции на реальность и так далее, вот, и здесь нужно, наверное, остановиться каких-то, может быть, более подробно на этих эмиссарах, вот, где он объясняет, что такое, что это имитация, да, это, как бы, часть сложной реальности, что это, как бы, смоделированная такая сложная, как бы, вот, и здесь, конечно, тоже интересно, да, особенно, как бы, в практике о тех, так называемых воспоминаниях, да, что реальность – это то, что не исчезает, когда ты перестаешь верить в это, вот, но, видите, как бы, может быть, новое, да, нам открывает возможность с помощью переписывания такого файлов, да, то, что мы, может быть, окажемся в ситуации, да, где, в общем-то, реальность у нас может быть чуть ли не каждый день новая, вот, еще, конечно, дело в том, что создавая такие, такие, как бы, симуляции, да, они, точно так же, они, как бы, там и есть активный процесс, да, это все время происходит, и, видите, Инчен тоже пытается рассказать сториз, сториз – это для него часть большого такого нарративного поля, то есть он выступает здесь как рассказчик и пытается, как сообщить, как раз, вот, а эмиссары, как бы, это, грубо говоря, эмиссар, да, это, здесь же, что еще интересно, да, то, что эти симуляции, они, в общем-то, можно сказать, ну, теоретически, да, там, бесконечной подлительности их можно, как бы, алгоритмически генерировать, да, этот контент, они будут, там будут формироваться новые какие-то модели поведения, ну, вот, иногда, как бы, Чен использует также в работах, да, элементы, которые могут имитировать искусственный интеллект, да, вот, там добивается каких-то конкретных целей, вот, вот, ну, и, соответственно, видите, получается то, что вот это такая разрабатывается агентурная сеть, каждый, как бы, вступает в взаимодействие с реальностью, потом все эти агенты, грубо говоря, между собой связываются, да, и появляется такое новое повествовательное поле, да, развито, видите, с системой персонажей, типологии и так далее, ну, вот. Еще тоже очень интересный для меня художник, это Михаил Максимов, он работает, как раз тоже использует игры как часть своего такого художественного метода, также работает с видео, там, с анимацией и всем остальным, и я здесь всех очень призываю, если вдруг кто-то что-то не видел, обязательно посмотреть фильм, который можно можно на самом деле найти на ютюбе, насколько я знаю, в последнее время, ну, вроде там было, я не знаю, надеюсь, не исчез, вот, и этот фильм там есть, все, фильм на самом деле совершенно как бы невероятный, там все, это такой, можно сказать, этот хоррор или детектив вокруг, выстроенный вокруг смерти отца Александра Менев, формально вроде, от этого убийства, да, которое Михаил находит, да, в медиа эту информацию, и дальше как бы разворачиваются эти события, но не буду вам рассказывать все, надеюсь, вы как бы самостоятельно все посмотрите, вот, это, я подготовила вам скриншоты игры Михаила Максимова, этим летом он, эта работа должна была быть выставлена на архитектурной бьенале, здесь, видите, Михаил берет важные такие культурные институции, да, которые как бы определяют в общем-то сегодняшний вот. Опять же, да, вы можете все поискать, все найти, так к этому мы сейчас еще вернемся. Формально, допустим, что делает Михаил Максимов, да, то есть опять же, да, это создается такая некая воображаемая такая реальность, такая потенциальная реальность, соответственно, понимаете, да, то, что если кто-то из вас бывал в Венеции, все знают, что там все это выглядит, ну, очень похоже, но чуть-чуть по-другому, вот, но это как бы все неважно, и Михаил использует и видеоигры, и опять же, привлекает для себя технологии, вот, и тут он занимается тем, то, что совмещая как бы вот эти множественные структуры, да, которые связаны как бы с политикой, с культурной политикой, социальным полем, с полем научных открытий, да, он начинает все эти элементы, грубо говоря, безусловно, очень часто он работает точно так же с интеллектуальным наследием прошлого, вот, и вот эти вот все вещи, да, он словно как такой, кидает такой котел, да, который создает такой магический продукт, вот, ну, что еще, наверное, важно, то, что все-таки как раз благодаря вот этому магическому котлу, да, Михаил Максимов пытается, да, естественно, это опять же, да, у нас, мы оказываемся в пространстве сторис, то есть, в пространстве рассказчика, вот, и этот рассказчик у нас как бы может быть на самых разных носителях, ну, вот, и, грубо говоря, что еще важно, что, конечно, как и Харон Фароки, да, здесь, может быть, Михаил Максимов не фиксируется на этих особого рода глазах, да, ну, вот, но хотя тоже периодически фиксируется, а именно то, что на самом деле реальность как некое игровое и смысловое поле, да, которое можно преобразовать. Это одна из последних его игр, вот, она делалась совместно с гаражом, вот, и здесь я бы хотела, чтобы вы, мы с вами остановились на описании, да, которое дает Михаил, на своем сайте, то, что это как бы головоломка, вот, опять же, да, там он предлагает объекты физического мира, вот, слова, она, насколько я знаю, существует на двух языках, вот, ну и предлагает тоже поделиться, создавать, грубо говоря, формировать свое поле, да, свои названия, свои полностью как раз действительно, в общем-то, из этих новых слов и новых образов создавать некий новый мир, да, и можно его как бы будет делить разделять с другими, да, ну и это опять более такой прицеленный взгляд, да, как любой прицеленный взгляд довольно критический, да, то есть здесь уже вы можете соединять те вещи совместно, да, которые в реальности, да, вы не сможете там как бы просто сделать это физически, вот, еще важный автор, да, который учитывает возможность как бы человеческого зрения, учитывает возможность соединения как бы природы, да, и технологий, которые, в общем-то, на этом строят свою работу, также, соответственно, является одним одним из главных художников, таких пионеров медиа-арта, это Леслиэн Торнтон, вот, это ее скриншот ее странички в e-mail, и эта работа называется «Луна», «Луна» вот, а это одна из последних работ, да, вы можете также найти его, эту работу в интернете, вот, и здесь, что, как бы, как работает Торнтон, она, конечно же, безусловно, опять же, да, показывает ту, как бы, сложность, которая существует между, ту сложность, как бы, из сложности, некую запутанность, да, которая существует во взаимоотношениях человека, как бы, вернее, человека, природы, технологий, да, и каждое, как бы, место, да, которое мы фиксируем, да, у этого места, безусловно, есть память, есть какое-то прошлое, это место, как бы, можно, оно все время, как бы, нагружено неким уже историческим, да, контекстом, соответственно, здесь вы видите, это, вот в этой работе, да, здесь, в этой, в этой луне, да, она, соответственно, это такие башни, для, откуда можно спрыгнуть с парашюта, вот, и это опять, да, очередной такой момент, как бы, связанный, да, со зрелищем, вот, ну, и опять же, да, здесь видите, она очень часто использует такое гальдоскопическое, или, или, как бинокль, да, и какой-то гальдоскоп, когда на самом деле, при большем, как бы, приближении, да, открывается нечто совершенно иное. Вот, значит, потом, автор, Табита Резера, ну, вот, она современная такая сайберфеминистка, работает, она у нас, здесь тоже очень интересно, да, то, что у нее совершенно, как раз тоже здесь надо сказать, наверное, то, что это, она живет, как бы, в пространстве интернета, а интернет, безусловно, у него, как бы, тоже есть своя, как бы, энергия, которая создает новую жизнь, да, вот, и вот здесь вот как раз это скриншоты тоже с ее сайта, скриншоты ее работ, и опять мы оказываемся в таком, как бы, с историей, там, как бы, с аватаром, вот, ну, безусловно, там, допустим, как современная художница, как для многих художников, да, здесь очень важно, там, она проблематизирует, как бы, понятие гендера, и, грубо говоря, даже берет это несколько шире, то есть берет этот, как этот интернет, да, как такое поле белого, такого европейского, хотя, на самом деле, тоже вопрос такой немножечко сложный, вот, и поэтому она пытается этот, как бы, все это, этот интернет, как бы, деколонизировать, да, то есть это, еще здесь, наверное, важно, что таким образом, да, она создает, как бы, свой интернет-культ, и вообще, как бы, идеи интернет-культов, и, скажем, опять же, той же самой глобализации, открытия, то есть формально, да, это такая некая, появилась общая платформа, горизонтальная, куда могли прийти все, там, я не знаю, колдуны, там, создатели культов, коучи, спортсмены, спикеры, в общем, это было пространство, да, которое продолжает, в общем-то, колонизироваться, да, разного рода людьми, в общем, прийти в пространство интернета, может, кто угодно, вот, и, в общем, существовать в нем, в общем-то, тоже, вот, но здесь интересно то, что поднимаются, да, разного рода, как бы, культы, вот конкретно, Таби Терезаре использует кеметизм, да, такой древнеегипетский культ, но таких вот культов, на самом деле, в работах современных, в авторах, действительно, очень много, да, ну вот, и создание, да, такого некого существа, да, оно тоже, может, здесь, как-то, ох, еще один, наверное, автор, да, которым стоило бы как-то, сказать, да, это художница Сара Кульман, да, она работает с темпоральными медиа, вот, также она работает, как и Лесли, Сара Кульман у нас работает с найденными видео, работает с 3D-графикой, с анимацией, вот, и условно, как бы, ее фокус, да, это чувственность объектного мира и работа, как бы, социокультурными стереотипами, вот, и как раз, в этом смысле, она как раз смотрит, как бы, довольно глубоко, да, касаясь вопросов, как бы, экономики и спекулятивных, как бы, понятий прогресса и технологий, вот, вот, это ее одна из работ, это рождение ассета, где она использует такой своеобразный артистолк, да, создает как раз этого ассета, который рассказывает о своей жизни, это тоже очень интересный ее проект, да, вы можете пойти тоже к ней на сайт, у нее все внимательно посмотреть, он уже касается качества, вообще, как бы, грубо говоря, качества, опять же, фетиша, как некого такого предела, да, такого прекрасного, как бы, сделанного изделия, да, вот, и сам Сондра Перри тоже работает с понятием, как бы, она чернокожая, значит, соответственно, работает с понятием, вообще даже с метафизикой понятия черного, занимается как раз исследованием своей, как бы, черной идентичности, также создает аватар, вот, и здесь тоже интересно, может быть, сделать небольшой переход к Ане Ротаенко, она тоже, на самом деле, занимается тем, что работает с личными историями, как раз двигается от частного к общему, ее волнует вообще, как бы, некая репрессированная чувственность, репрессированные какие-то человеческие создания, да, вот, ее интересует там, как раз, городское пространство, там, как бы, среда, среда, как социальная, как политическая, и здесь она, видите, поднимает вопрос значительно шире, да, вопрос к пользователю, да, то, что, и это ее работа, да, Real Weapon, здесь, это тоже очень интересно, да, как практика такая, потому что Аня делает такое глубокое, да, исследование, вообще, в этой работе, и смысла человеческого бытия, и как бы, страх не состояться, и арт-сообщество, да, и интересно то, что это, как бы, на базе, как бы, игры GTA, вот, это, как раз, здесь, любой игрок, да, у него есть, у редакторские функции, он может, в общем-то, этих персонажей, играть в них, как в кукольный театр, может создавать с ними сцены, может их, как бы, преобразовывать, соответственно, и как раз разработчики игр, они позволяют, да, игрокам в дальнейшем, как бы, использовать свои игры, да, для создания собственных, да, то есть, да, и, соответственно, вот этот, опять же, кадр из Real Weapon, еще, наверное, нужно, как бы, взять художников, синий суп, и, хотя формально они, как бы, не обращаются к играм, здесь вот интересный момент, да, где они работают с ощущением вот этого тонкого, невидимого перехода между мирами, да, каждое, как бы, их пространство, да, оно крайне реалистичное, вот, но в то же самое время там происходят совершенно какие-то нереалистичные события, поэтому как раз на самом деле это такая некая новая форма, наверное, как бы, поэтического реализма, да, куда прорываются новые, как бы, технологические, происходит такой синтез с такими технологическими вторжениями, да, когда уже совершенно невозможно отделить воображаемую реальность от какой-то чистой реальности. Еще важный художник, наверное, это Нэри Оксман со своими, как бы, проектами. Здесь мы уже, как бы, оказываемся немножко в другое, как бы, Нэри Оксман работает с цифровым морфогенезом, с моментом формообразования и вообще, как бы, этот взгляд сопоставления, как бы, разного рода миров, да, начинается и очень сильно проявляет себя там в архитектуре, в дизайне, да, ну, и, наверное, как еще такого цифрового художника, нового типа, можно, наверное, назвать Дерека Моргана. Об этом художнике мне рассказал Михаил Максимов, и это вот интересный тоже художник, которого можно назвать таким, как бы, диссидентом, ну, вот, по-своему. Я здесь использую текст его, как бы, такого стейтмента, который размещен у него на сайте, то, что он две задачи реализует в искусстве, это познавательное и освободительное, почему как раз я и говорю о неком диссидентстве, вот, и, соответственно, Дерек Морган отказывается от настоящего своего имени, предпочитая, как бы, этот псевдоним Дерек Морган, вот, и это, конечно, по нынешним временам необыкновенно, потому что есть большой фокус людей, на собственной идентичности, на правильности подачи, да, собственной идентичности, на, как бы, даже страхи, как бы, быть неправильно понятым, поэтому стараются люди максимально вот именно облаком хэштегов разнообразно, да, и максимально подчеркнуть именно поле своей реальности. Здесь, опять же, да, там Дерек как бы гибридно подходит, исследует, в общем, все формы жизни, которые сегодня существуют, вот, его, конечно, интересует фокус, да, как он, слово слов, да, это наука и техника, вот, и, значит, соответственно, новые медиа, да, то, что они, как они развиваются, да, что они позволяют делать, как, безусловно, это уже работа, опять же, да, я говорю на этом, в неаэротичном поле, да, попытка, как бы, опыты и практики создания без участия фактически человека, вот, и здесь тоже важный такой пример, да, мне понравился, да, мне показалось любопытным, то, что есть эпизод, как бы, игры, вот, и, соответственно, вот, и видите, например, что он делает, как бы, там определенные существуют декорации, там они отделены, как бы, водой, и вот он, как бы, пытается, на самом деле, прорваться в эту игру, то, что, на самом деле, взломать ее, да, войти туда, то есть, что, в принципе, не планировал создатель, вот, ну, и, в общем, соответственно, ему удается, как бы, войти туда, там, ну, что, где, в общем, совершенно куда не предусмотрено, то есть, это такой, момент такого вторжения, да, и дальше из этого, безусловно, вторжения, да, создается такое произведение, вот, ну, и вот, в итоге, да, получив разнообразные опыты, там, сделав какие-то свои художественные открытия, да, он как раз уже начинает, как бы, формировать, да, собственное художественное поле, то есть, и как раз, где он говорит, да, что это может быть, там, случайная встреча, не знаю, там, клип, лекция и так далее, это внешний вид его сайта, да, вот так вот он сделан, а это вот какие-то отдельные объекты, которые, я думаю, было бы интересно посмотреть, там также на его сайте функционирует галерея, вот, это некие ссылки, которые, мне кажется, было бы интересно посмотреть, они просто чуть-чуть больше, чем того, что нам удалось сегодня обсудить, но на самом деле, да, здесь мы совершенно не касались, скажем так, глубоких медиа, да, то, с чем, потому что на самом деле поле цифрового искусства, да, это поле, в общем-то, очень широких практик, и совсем конкретно каждого, да, довольно трудно коснуться, можно лишь посмотреть, например, там, опыты, как раз вот здесь вот, Нерри Оксман, да, ее морфогенез, ее попытка, да, создать воображаемые существа, вот, или вот, пожалуйста, уже использование вот этих биоформ, да, для создания таких вот прекрасных одежд, убранств, даже можно так показать. Ну вот, в общем, наверное, фактически все.